Это был один из последних теплых солнечных дней осенью 2021 года. Солнце светило хорошо, редкие облачка никому не мешали. Вдалеке проезжал какой-то небольшой поезд, возможно какой-то технический, а возможно просто перегоняли пару вагонов с какой-то целью. На подходе к железной дороге можно было увидеть небольшое озеро, болото или пруд. Что бы это ни было, там было очень грязно и, к сожалению, совсем неухоженно. Сейчас мы с вами находимся в Москве, а на востроке, который вы видите впереди, это город Химки, микрорайон Планерное, а перед нами платформа Молженинова, будущего третьего московского центрального диаметра. Сейчас здесь можно выйти на пути, потому что в заборе огромное количество дырок, и их даже никто не заделывает. Здесь 4 главных пути, 2 боковые платформы, а в перспективе будет путевое развитие на 6 путей, на платформе все равно останется только 2. Когда здесь не было турникетов и заборов, пассажиры спускались по лестнице. Теперь в этих местах новые заборы, новые туалеты и новые столбики, потому что кажется, что какое-то время назад сюда умудрялись заезжать автомобилисты. Возможно, они были очень глупые, потому что здесь есть лестница. А может быть кто-то действительно как-то и проезжал. Я не знаю, зачем здесь нужно было ставить столбики. Например, других станций ленинградского направления подобных ограничений здесь нет. А вот такие лестницы в большем количестве когда-то пассажирам были гораздо более удобны. Можно было спокойно перейти на нужную сторону, а теперь нужно идти до конца платформы. А для кого-то до начала, потому что с обеих сторон здесь есть жизнь. С одной стороны, вы можете выйти к микрорайону Планированной города Химки, а с другой стороны, частный сектор и начинающаяся застройка Молжениновского района Москвы. Но здесь стоит кое-что отметить. На самом деле, Молжениновский район Москвы больше, чем вы думаете, и часть новостроек около соседних платформ Новоподресского и Подресского в Москве относятся как раз к Молжениновскому району. Так что говорить о том, что застройка района только начнется, не совсем правильно. А вот то, что начнется застройка той самой Молжениновки между Ленинградским и Международным шоссе, это факт. Как и еще один факт. Здесь, как было, две боковые платформы, так и останется. Просто одна из них станет островной, из-за того, что со стороны запада пройдут пятый и шестой главные пути. А вот противоположная от нас останется практически такой же. По схемам минимального развития здесь будет только небольшое обновление, а по большим перспективным схемам развития здесь будет и конкорс. Своё название Молженинова платформа получила совсем недавно. До этого, в течение многих десятилетий, она называлась Планерная. Но не по микрорайону Планерная, хотя все так думают, а по Планерной школе, которая здесь появилась много лет назад. Сейчас её уже нет, и тут попросту новостройки. А самое первое название платформы – Первомайская. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Здесь запланировано метро... Да, в этом месте должно появиться депо Молжениновской линии Московского метрополитена. Конечно, если никто не передумает и не появятся какие-нибудь новые проекты застройки. Мы уже знаем, как метродепо может мигрировать по разным районам города Москвы. Кстати, официально пересадки между метро и железной дорогой здесь не планировалось. Просто пути проходят рядом и не сделать такую пересадку в нынешней реальности было бы очень глупо. Но это совсем другая история где-нибудь на 2035-2040 год. А там кто его знает? Зато я точно знаю, что буду благодарен вам за каждый лайк, подписку и комментарий под этим видео. До новых встреч. Пока.